На этих кадрах достижения и успехи города за последние пять лет. Узнать о том, что было построено, какие программы реализованы и что еще предстоит сделать, в театр «Наш дом» пришли руководители предприятий, рабочие, учителя и врачи, депутаты и представители администрации города. Подхватив эстафету от президента страны и губернатора региона, перед горожанами выступил глава муниципалитета Дмитрий Волошин. За пять лет были реализованы большие проекты, связанные с социальной сферой, экономикой, транспортом, образованием. И жители, я убежден, видят эти позитивные перемены, которые происходят в наших родных химках. Своё выступление глава города начал с благодарности врачам, которые стойко отработали весь период пандемии, когда вызовы неотложной помощи увеличились в шесть раз, до 1800 звонков. Медики выстояли, а сегодня продолжают борьбу с ковидом в уже относительно мирных условиях. В городе развернули 15 пунктов вакцинации, а прививку уже получили 28 тысяч человек. Параллельно не останавливалась работа по капитальному ремонту в медучреждениях и строительству больниц и поликлиник. Так, за пять лет мы открыли в химках шесть новых объектов здравоохранения. Детскую поликлинику на проспекте Мельникова, там же взрослую поликлинику. В микрорайоне Планерной открыли амбулаторию для детей. Долгожданной для жителей стала и поликлиника номер пять на Молодежной улице. Ближайшая была совсем в другом районе. И жители просили, ждали, и мы осуществили этот проект. Теперь врачи в шаговой доступности. Поблагодарил глава города и руководителей предприятий, которые в период пандемии продолжали выплачивать заработную плату сотрудникам. А между тем, за пять лет в округе было создано 27 тысяч новых рабочих мест. А объем инвестиций в Химки превысил 260 миллиардов рублей. Именно экономика, отметил глава города, позволяет в Химках строить дороги, социальные объекты и парки. Из крупнейших объектов стоит отметить строительство терминала ЦЭФ Шереметьево и Института ядерной медицины. Наши основные налогоплательщики, компании и предприятия, которые работают на территории Химок. И мы заинтересованы в том, чтобы они росли и развивались. Стараемся создать для них благоприятные условия для ведения их бизнеса. И, как подчеркнул в своем обращении губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, очень важный регулярный диалог с бизнесом. Необходимо внимание к его запросам. За пять лет в городе открыли 10 новых школ, которые смогли дополнительно принять 6 тысяч учащихся. Остро стоит вопрос строительства школы в Подресково. В прошлом году мы ввели в эксплуатацию пристройку на 450 мест в Подресково. Но, конечно, мы понимаем, что этого не хватает. Жителям нужна новая школа. Сейчас решается этот вопрос, как я уже сказал. Данную тему я держу на своем персональном контроле. И для меня очень важно этот вопрос решить в этом году. Появилось в Химках и 20 новых детских садов для более чем двух тысяч детей. Однако очередность еще есть, отметил глава, поскольку за пять лет дошкольников в округе выросло более чем на треть. Проблему очередей решают мини-детские сады, которые открываются на первых этажах жилых комплексов. Этот проект реализуется по поручению нашего губернатора. В апреле этого года мы открыли первый детский сад такого мини-формата Ивушко в жилищном комплексе Аф Альфа Центавра. Строительство музейного комплекса «Артишок» и модернизация библиотек, возведение парков «Экоберег» и «Подресково», открытие проекта «Активное долголетие» и строительство Репинской развязки. Это лишь малая часть того, что появилось в Химках за пять лет. Впереди новые проекты. В настоящий момент в активной стадии строительства съезда в Срепинской развязке. Завершение проекта намечено на конец этого года. Съезды позволят беспрепятственно выезжать на Ленинградское шоссе с улицы 9 мая. Также сейчас идет проектирование Машкинской развязки, которая разгрузит известный каждому химкинскому автомобилисту круг у Новосходненского шоссе. Этого проекта ждут десятки тысяч жителей. И всех химок, и в частности Сходнеферсановки и микрорайона Планерных. Завершая свою речь, глава химок поблагодарил губернатора Московской области за поддержку, которую он оказывает в реализации проектов. Химки в лидерах среди муниципалитетов Московской области по социально-экономическим показателям. По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, это заслуга большого и сплоченного коллектива. Хочу сказать отдельное слово благодарности Дмитрию Владимировичу, как главе округа, за прекрасный доклад. Но доклад без работы – это ничто. Была проливана большая работа. Я уверен, что и в дальнейшем все то, что намечено, будет выполнено. После выступления главы города оценку работе администрации дали участники встречи. Например, лидер движения общественной поддержки социально значимых инициатив Елена Андреева отметила тесную связь горожан и представителей власти, которые чутко реагировали на запросы людей. Можно подытожить одними словами. Реальные дела – это цифры, это благоустроенные парки, зоны, скверы, это поддержка социальных групп, которым она действительно необходима, это прямое общение власти и населения. Но самое главное, мы послушали о планах дальше, и они грандиозные, и я уверена, что они выполнятся. По словам заместителей главы ХИМОК, несмотря на успехи в работе, сделать предстоит еще немало. Планов у нас очень много и в культуре, и, конечно же, в спорте, и в развитии дополнительного образования для наших детей, современного дополнительного образования, и, конечно, социальная поддержка той категории населения, которые нуждаются в особой защите и заботе. В территории ХИМОК динамично растут все сектора экономики, и это было видно в отчете главы. За пять лет приросла экономика, даже несмотря на тот год, прошедший, который была пандемия, мы показали рост. А в этом году планируем наибольший рост за пятилетку по объему налоговых и неналоговых доходов. Большой вклад в этом составляет тот бизнес, который работает на территории нашего города. Впереди новые задачи и новые вызовы. По словам представителей администрации города, они продолжат работать на результат и держать высокий темп, чтобы эту работу мог оценить каждый житель ХИМОК.